Дошел до выручки 2 миллиона 200 тысяч, взял менеджера себе. Все эти менеджеры мы успешно ушли в минус. А в продаже какая у тебя цель? Выйти на 10 миллионов? Для тебя 10 миллионов это сколько в числе прибыли? Миллионов 5. Это же космос? Кто бы так хотел? Не, у нас реально получится шоу снять. Ты сам понимаешь, что ты делаешь на маркетплейсе? Потому что вокруг люди, которые не понимают цифр. Это частая проблема. Торговали, веселились, высчитали, прослезились. Приветствую всех зрителей на канале. Призываю вас подписаться для того, чтобы быть в курсе всех новых выпусков. Также получать материалы, решения, которыми мы делимся с нашими героями. И эти инструкции помогут их бизнесу вырасти. Если вы будете их применять, то помогут и вашему бизнесу. Пишите ваши вопросы, подписывайтесь, следите за всеми выпусками. А мы начинаем. Поехали. Всем привет. Меня зовут Александр. На ВБ я зашел 2 года, 2 месяца назад. Все просто совпало. То есть 2 года назад ты начал торговать? Да, я зашел на ВБ, начал торговать. Нашел через наставника. Решил попробовать с наставником. Но понял, что наставник слабенький. Решил с наставника поменять. Решил сам двигаться дальше. Дошел до выручки до 2 миллиона 200 тысяч. Думаю, все, дальше нужно уже нанимать менеджера. Начал. Взял менеджера себе. Ну, с этим менеджером мы успешно ушли в минус. Это ситуация, с которой может столкнуться любой собственник бизнеса. Давай пойдем дальше. Как ты выходил из ситуации? Какие были решения? Ну, я постарался из менеджера, из предыдущего вытащить все. И понять, я в чем-то виноват. Может, я что-то делал не так. Но пришел к выводу, что менеджер уже все. Он некомпетентный. Все валит на меня, то, что я во всем виноват. Решил реставраться с менеджером. Начал искать другого менеджера. Сейчас у меня менеджер, с которым мы возвращаемся к жизни потихоньку. Класс. Давай главный запрос, который заставил тебя сюда прийти. Что ты хочешь получить? Какой был бы идеальный результат этого разбора для тебя? Нужно выйти уже на стабильные 100 миллионов заказов, чтобы это было на протяжении всего года. Причем в количестве. В количестве заказов 100 миллионов. В количестве заказов. Давайте сразу договоримся. У меня жуткая судорога происходит, когда люди говорят про заказы. У меня начинает дергаться плечо. У Олега, например, когда он слышит, что люди говорят про заказы, у него начинает дергаться глаз. У нас, знаете, клиентов много, селлеров. Мы с ними общаемся. Когда мы задаем вопрос, какой среди месячный оборот, там называют 10 миллионов. Но это к Сергею больше вопрос, он в этом круто разбирается. А мы начинаем смотреть, это либо заказы, либо продажи, либо то, что падает на расчетный счет. В общем, в терминологии мы точно путаемся. Но я думаю, что все понимают, почему мы… Ну, почему Дима против того, чтобы говорить про заказы. Здесь речь же не идет об эго. Да, типа Саша тем самым раздувает свое эго. Делать не в этом абсолютно. Но все понимают, да, почему? Ну, класс. Мы сегодня, я думаю, что костюм еще раз будет. Ты для, ну, как бы… Ну, во-первых… Доноси конечный ответ. Да, ну, я думаю, что это… Я просто из тех, кто всегда в разных загадках открывал последнюю страницу и смотрел разгадки. Я думал, зачем напрягаться. Ну, если сюда ответы вынесли, да. Да, ну, самое очевидное, да, самый правильный ответ – это выкупаемость. Тем более, если не посмотришь, что Саша в одежде. Поэтому у Жени, если бы ты торговал там бытовой техникой с выкупаемостью 96%, я бы сказал, ну, Сань, ну, окей, да, заказы плюс-минус, как бы понятно. Но у тебя одежда, да. Давайте я скажу, где вам выгодны заказы. Вы когда в Китай поедете, кто-то из зала был в Китае уже? Так, у нас есть один герой был в Китае и несколько участников в зале. Так вот, в Китае вы можете показывать свой кабинет китайцам и показывать им свои заказы. То есть Минзифа может приходить и говорить, смотри, у меня 60 миллионов в месяц. Или 7, это в долларах. Они же не понимают. Вот, ты видишь, кабинет. Да, то, что до тебя доходит там 20 миллионов, это тоже. С нами ездил такой парень, Саша, он купальники продает. И он ходил всем показывал, смотри, смотри, какой молодец. И китайцы ему сразу давали лучшие цены, лучшие условия. Ну, то есть это же хорошо, когда ты что-то показываешь, да. Наверное, когда ты ведешь курсы, то тоже хорошо, когда ты показываешь там обороты. Вот, смотрите, мой оборот. Вот, но оборот на хлеб не намажешь. Оборотом вы не заплатите за частную школу своего ребенка. Наоборот, вы не съездите там на Мальдивы и не купите себе бизнес-класс. Наоборот, у тебя не будет возможности нанять классного менеджера. Поэтому давайте сейчас на всех зафиксируем, договоримся. Мы говорим только про деньги, живые деньги, которые доходят до вас. То есть это продажи, это реальные деньги. Да, давайте считать реальные деньги. И второе, давайте будем адекватными. Когда у тебя сейчас, вот предыдущий месяц, какой показатель был? За тот месяц вышло по ВВБ, это миллион пятьсот. Миллион пятьсот за декабрь. И ты еще на Озон торгуешь? Еще на Озон вышел, да. Сколько на Озон? На Озоне вышло восемьсот. Восемьсот тысяч, то есть на круг два с половиной миллиона, да? А в продаже какая у тебя цель? Норму цели поставь просто. В продаже, ну, выйти на 10 миллионов и уже там закрепиться спокойно. 10 миллионов в продаже. Для тебя 10 миллионов это сколько в чистой прибыли? Миллионов пять. В чистой прибыли? Три, пять, что-нибудь такое вот. Нет, стоп. Может быть волнение? Мы сейчас будем списывать это все. У нас есть возможность списать все на волнение. Сейчас бы какой-нибудь мемчик вставить, знаешь, вот это вот реальность ожидания. Сейчас все пойдут торговать на Вайлдберрис. 10 миллионов продаю, 5 миллионов прибыль. Это же космос. Кто бы так хотел? Не, у нас реально получится шоу снять. Ну, какая норма прибыли адекватна здесь, в одежде? А что эксперты думают? Даниил? В целом адекватно 20. Адекватно 20. Типа 2 миллиона мы можем тебе предложить. Соглашайся. Берешь? Нет, 20 центов еще хорошо. Торги пошли, да? Да, да, торги. Кто больше? Смотри, на 2 миллиона вначале я согласен, а дальше нужно двигаться дальше. Вот здесь, ребят, на самом деле сейчас очень интересная штука. Знаете, какая происходит? Штука здесь интересна в том, что мы не наверху сейчас, да, когда мы выручку, да, какую я хочу выручку, а мы сейчас вместе с вами, вместе с Сашей создаем рентабельность. И вот это очень крутая штука, потому что большинство из нас, к сожалению, привлекли к тому, что рентабельность получается. Вот мы период какой-то отторговали, там, неделю, месяц, ну, как говорится, чем богато, тем и рады, что получилось, то и сгодилось. Поэтому вот сейчас такой момент происходит, зафиксируйте его себе в голове, мы создаем рентабельность и говорим, а какой она должна быть и какую мы ее хотим. И вот это, мне кажется, очень важная штука. Давайте так, кому понятен запрос и путь теперь, то есть куда мы пойдем? То есть мы пойдем к инструменту, алгоритму, который позволит тебе делать такие цифры. Значит, смотрите, у нас есть Александр-герой, значит, у него есть топовая карточка, это вечернее платье, да, платье черное вечернее новогоднее и условно воронка, да, актуальная. Да, и говори, пожалуйста, всегда, давайте стараться говорить в микрофон, у нас есть текущий остаток 330 единиц, давай посмотрим сразу в магазин. Да, и здесь есть летний костюм, пиджак, пиджак оверсайз, пижамы с шортами, вот. И практически нету остатков, есть остатки только на плате. На плате я распредаю, будем другие запускать. Смотрите, мы всегда делаем анализ с того, как человек понимает продажи, с того, как человек понимает клиентов, аудиторию, кому он продает и как он умеет управлять продажами. Есть ли опыт с внешним трафиком? Нет. У тебя? Нету? У тебя был опыт с блогерами? Внешний трафик, да, привлекали через телеграм-группы, через инстаграм, через блогеров. Вот как раз-таки такое платье было у меня в другом цвете, качество материала было чуть хуже. Первый раз, когда стрельнул, и там был CTR 8 на тот момент еще давно, когда я первый раз увидел, как это работает. Вот так фотография щелкнула, и полетели заказы. Супер. Потом я заменили материал чуть-чуть, модель доработали, потому как присела публика. Но первое, чем мы столкнулись, что собственники даже на уровне 10, 15, 20 миллионов уже начинают отрываться от команды и игнорируют то, как надо продавать, то, как надо делать аналитику, отстраиваться от конкурентов, то, как надо погружаться в карточку, в описание, в мыслы. И большинство собственников, конечно, не маркетологи и не хотят быть маркетологами. И мы зачастую, что делаем, мы возвращаем собственника опять на первый уровень, на уровень, где нужно поработать с ключевым, с витриной. Витрина – это то, с чего начинается знакомство клиента с вашим товаром. Витрина – это то, что может приносить вам, а может, ну, типа ничего не приносить. И мы начнем с Данила. Ну что? Данил тоже продает платье? Тоже есть, тоже есть. И на самом деле, хочу рассказать, да, у меня относительно недавно выработалось рабочее название этой методики «Правила семи косяков». И здесь семь из семи. Я успел сейчас крайне быстро посмотреть. И главный вопрос, как бы, ты сам понимаешь, что ты делаешь на маркетплейсе? Или вот типа я нанял менеджера, делегировал и все, свобода. Сейчас уже делегировал, пока в карточку не влажу. А твоя карточка, ну, давай так, ты в карточку не заходишь, да, ты можешь на упаковке не касаться, ты можешь там, грубо говоря, на отзывы не отвечать, но карточка – это то, что тебе деньги должно приносить. Я спрашиваю, какой CTR постоянного фотографии. Потом ключевые запросы, я периодически захожу в MPStat, смотрю, на каких позициях. Хочешь главный косяк? Сегодня 20 января. Я пришел сюда услышать все мои косяки, абсолютно все. Смотри, сегодня 20 января. Ты к следующему году готовишься, да, судя по заголовку в карточке? К следующему новому году. Теперь есть два типа реакции собственника на менеджеров. Ну, первая реакция – это все дураки. Вторая реакция – это… Как это называется, модное такое слово? Даже продают курсы, поэтому… Нет, нет, нет. Если ты говоришь уже, говори в микрофон. Нет, курсы по чешпанам я еще не… Такое нельзя говорить в микрофон. Нет. Есть правила, которые ты даешь своим сотрудникам для работы. Да? Регламент. Регламент. Вот, модное слово. Регламент. Ну, правила типа. Правило рождается после того, как ты находишь любой косяк. То есть, если вы нашли у себя в вашем ассортименте сейчас новогоднее платье, Новый год уже прошел, то вы вводите регламент на сотрудника, что он условно 1 января… Когда вы меняете новогодний, убираете из заголовка? Слушай, у нас уже 2 января начинают все активно работать. 2 января у вас экзит. И вы пишете правила. Менеджер 2 января обязан проверить все заголовки и убрать новогоднее. Логично? Это регламент. Как вы думаете, вам в следующем году этот регламент поможет принести продаж больше, чем в этом январе? А я даже объясню, почему 2 января это надо делать. Смотрите, все мы знаем, когда мы переделаем карточку, она может улететь куда-то вниз, потому что начнется переиндексация. За период новогодних праздников вы не так сильно потеряете в продаже. Но есть еще один нюанс, когда вы в период новогодних праздников что-то меняете, так скажем, остатки от нового года, реклама в этот момент у половины конкурентов не работает, потому что все в загуле, и вы еще рекламы бустите. Дальше идем. Второй момент. Смотри, я хочу заказать, это вот самая тупая проверка на самом деле, но я хочу заказать себе платье размер М. Я не знаю, какой у меня размер. Как мне это поможет? Инфографики нет. Дело не в этом. Смотри, у тебя размерная сетка, она усложняет. Вот меня спроси, какой у меня российский размер на майках, я не скажу. Спроси меня, какой у меня там, условно говоря, европейский, я скажу XL, да, условно говоря, там. Ну, ладно, я себя, так скажем, не могу. Скажи, как это сделать, таблица размеров на ВБ? То есть вопрос с размерами. Плюс, опять же, да, если… Нет, как это сделать? Как это сделать здесь? Здесь максимально просто. В настройках карточки в российском размере мы также оставляем 40, а слева будет столбец, не помню, как он называется, по-моему, просто размер. Просто надо написать XS, SM и так далее. То есть ты понимаешь, в чем дело? Не пытайся усложнить выбор товара своему покупателю. Не пытайся, ни в коем случае. Упрощай, как можно проще. У кого отсутствует два типа размеров? Раз. У кого отсутствует два типа размеров в его карточках? Три, четыре. У вас как? У остальных вопрос появился, а как у меня там написано, да, другие, кто не поднял руку? Два типа размеров. То есть если у нас два, то это M или S. 44 – это M. Ну да, я вот, например, тоже. Я вот знаю, я ношу M и L. Моя жена носит S. XS. Конечно же, моя жена носит S. Но что я мог еще ответить? Вообще, вы всегда должны отвечать на вопрос, какой размер носит ваша жена S. Что бы ни было. Что бы ни было, да. Дальше. Данил, окей, что еще? Тут, ну, явные ошибки в заполнении SEO и характеристик. Характеристика описания, опять же, да, это третий уже, да, пунктик. Смотри, цвет. Прокомментируй, пожалуйста. Цвет. Черный, глубокий черный, черный матовый, черный графит. Что здесь была за попытка? Повторение идет, да? Тут дело не в этом. Давай так. Цвета влияют на выдачу, да. То есть, ну, когда покупатель вбивает запрос в поиске, там, платье черное, там, и так далее. Естественно, Вайлдберс сверяет сначала категорию, условно говоря, а потом цвет, да, ну, или какую-то характеристику, которую покупатель вводит. И я предположу, что если покупатель будет вбивать матовое черное платье, действительно, мы ему покажемся. Но никак не глубокое черное платье, да, то есть, лишние цвета. Я не скажу, что это прям грубая ошибка. Но зачем, так скажем, опять же… Как сделать, скажи, пожалуйста. Усложнять. Просто убрать половину цветов. Ну, то есть, оставляем что, просто черный? Да. Ну, черный, черный матовый я бы оставил, и все. Не более. В описании. Как свете, характеристики. Сочетание же будет показываться, да? Или просто черный матовый написать, и отдельно будет индексироваться уже черный? Оставь еще просто черный, на всякий случай. Все-таки оставить. В описании. Предлагаем вам элегантное женское платье. Нет, нет, нет. В описании, в характеристике, где цвет. Я в характеристике, да, вижу, вот, я его подсветил. В описании предлагаем вам элегантное женское платье. Что тут тебе не нравится? Искусственный интеллект. Что? Чат GPT, пользуется у тебя менеджер? Ты пользуешься этим? Она его используется. Мариам кивает. Мы видим Мариам. Она кивает. Она этим пользуется. Это сразу видно. Понимаешь, в чем суть? Предлагаем вам вот это вот все. Вот это вот бла-бла-бла начинается. Вот у нас в компании, я скажу так, когда появился искусственный интеллект, мы такие, ура, круто, шикарно. Прошло три недели. Запрет. Все, как бы, ни в коем случае, потому что менеджеры становились, надеюсь, они увидят это, тупец. Ну, начинали тупеть просто. Да, они такие, да пофигу, я собрал ключи, закинул, все. Не без разницы. Очень важно, чтобы твое описание было максимально адекватным. То есть попытайся через него продать клиенту, потому что какую-то часть описания покупатели тоже читают. Что бы я здесь сделал? Элегантное женское платье для вечерних мероприятий, то есть как минимум. То есть твое описание должно начинаться с твоих основных прямых, высокочастотных, ключевых запросов. А не вот это вот предлагаем, не предлагаем. Скажи, как надо. Триггеры, слова триггеры. Давай сейчас, давай просто скажем, как надо. Первое. Делаем описание приблизительно на тысячу символов. Можно меньше, можно больше, не спорю. Ну, не пять тысяч символов. А, ну хотя пяти тысяч символов уже сейчас нет. Второй момент. Начинаем с прямых, высокочастотных, ключевых запросов. Дальше. В первых где-то трехста символов ты должен раскрыть информацию о товаре, чтобы это еще и было продающим текстом для тех, кто хочет купить и кто пошел не фотки, например, листать, а описание. И добавляем сюда основные твои высокочастотные, среднечастотные, ключевые запросы. Все максимально просто. Следующий момент, который здесь виден, это характеристики. В характеристике крайне важно сейчас добавлять прямые, высокочастотные, ключевые запросы. В тех характеристиках, которые я вижу, они не добавлены. Это тоже важно, это влияет на выдачу. Ты можешь прокомментировать сейчас первую картинку и в целом воронку? Смотри, первая картинка в целом, скорее всего, нормальная. Ты замерял CTR? Какой у тебя CTR по рекламе? 4,2. 4,2 на платье. 4,9? Это не особо большая разница. 4,2 и 4,9. Это на поиске, на авторекламе? На авторекламе с вычищенными кластерами. Это хреново. Минимум должно быть 6, когда вы уже почистили кластеры. Это минимум. Второй момент. Когда ты делал съемку, ты делал съемку на разных моделях? Очень важно протестировать главный слайд на разных моделях, на разных позах и так далее. Это вот самый уже удачный из тех съемок, которые были на эти платья. Серьезно? Мне кажется, это достаточно неудачная съемка, которая не раскрывает ничего об этом платье. Смотри, что я хочу показать. У нас есть такая дорожная карта. Мы 3 месяца ведем людей через программу, которая позволяет кратно масштабировать бизнес. И первое, с чего мы начинаем, это как раз воронки с контента, с оформления. Вот то, что мы сейчас даем тебе это, как правило, на все твои последующие карточки, которые тебе нужно внедрить просто. Это даст тебе возможность иметь выше продажи, выше конверсии на всем, что ты делаешь дальше. И у нас всегда есть такой этап, есть такая таблица, которую мы выдаем в акселераторе, в программе для подрастающих ребят, акселератор, называется MetaTaxe, да. Мы выдаем ее. Таблица сделана Максом Поповым. Тоже с Данилом постоянно везде выступают. Макс делает где-то ярд с копейками. Вот. Тоже очень приятный, позитивный мужик. И он столкнулся с проблемой, что сложно найти маркетолога на рынке. И мы до того, как Макса начали звать в программы, использовали Данилы таблички, где он показывал сравнение там CTR, показатели и так далее. Вот. А Макс принес нам документ из его компании, которую он сгружает на сотрудников. И есть процесс, который обязателен при любом запуске товара. В чем суть процесса? Это дорожная карта запуска любого проекта, да. И процесс после фотосессии – это выбор первого слайда. Тут, Данил, наверное, ты прокомментируй. На самом деле, смотри, что бы я сделал. Да, вот твоя дорожная карта, как протестировать фотографии, инфографику и все остальное. Да, вот когда ты делаешь запуск. У нас по умолчанию перед запуском всегда должно быть пять вариантов главного слайда. По умолчанию. Потому что, когда вы запускаетесь, очень важно быстро реагировать на все изменения. Вы запустились, видите плохой CTR, сразу быстро меняете. Потому что очень важно не пролететь в момент запуска карточки на ВВ. И схема следующая. Сначала важно именно, если мы говорим про одежду, отфотографировать на разных моделях. Выявить, кто лучше заходит. Блондинка, брюнетка, загорелая, белая и так далее. Но что интересно, вот у нас выступали основатели бренда Мономир. И они у нас спикеры в акселераторе. И их наблюдение, что плюс-сайз модели всегда конвертят и приносят деньги меньше, чем худые, блонд и стеры. Это наблюдение. Почему-то на американском рынке наоборот плюс-сайз модели конвертят. А у нас люди хотят быть похожими на стройных, на стройных, аккуратных девушек. Конечно, размер S и так далее. Есть, кстати, еще один лайфхак. Мы этим грешим. Когда мы фотографируем платье, мы не фотографируем то платье, которое на модели. Мы его ушиваем под модель, чтобы оно было прям идеально. Это тоже. Скажу по поводу инфографики. Смотрите, важно сначала делать тесты без инфографики, чтобы вы потом понимали, когда вы наложите инфографику. Вы сделали лучше или наоборот хуже. Это важный момент. Но есть один момент. Иногда стоит просто не перегружать карточку инфографикой. Знаете, вот это вот все цвета накинуть, что это за товар, размеры там от такого по такой. Там еще и флаг Турции добавить, как у некоторых. Это бывает. И лучше бывает добавить какой-то один простой смысл. То есть, например, идеальное. Или подойдет на любой рост. Или какие-то еще смыслы. Основную боль, которая будет закрывать, ну, будет закрываться для девушки, для покупательности. Мы что делаем? Мы идем в категорию. Да, у тебя ключевое – это платье черное. Да? Ну, еще траурное допиши там. Ну, это, наверное, совсем перебор, да, с умором. На самом деле, лучшее платье для женщины черное. Идеально подчеркивают все позитивные моменты, да? Вот. И задача такая. Мы ее даем в акселераторе. Это выбрать 10 топовых карточек, прочитать. В среднем 500 отзывов. Это задача. Почему мы даем эту задачу на собственника? Потому что обычно, я думаю, что у всех в зале есть отрыв между вами, тем, как вы видите свой бизнес, свой продукт, и как видит этот бизнес-менеджер, и какие компетенции, знания есть у вас, и просто жизненный путь, который прошли вы, и который прошел менеджер. Вот. И вы точно в отзывах, особенно в негативных, вы увидите, что людям не нравится прям сильно. Например, вот у нас часто мы разбираем этот пример. Женщина продавала палатки детские в три раза дороже, чем все остальные конкуренты. И визуально у нее были такие же палатки, как и у всех. Как можно продавать дороже? Если все продают по тысяче, а ты хочешь продавать по три. Каждый второй отзыв у всех конкурентов был, что палатка воняет, что у палатки есть химический запах. Вы хотите, чтобы ваш ребенок пользовался палаткой с химическим запахом? Вот она так и написала без химического запаха и сертификат еще приложила. И если у тебя товар исключает ключевую проблему большинства, то выбирают тебя, даже если ты дороже. Вот. Второе, что я хотел подсветить, вот мы можем долго говорить там про оформление, описание, но если ты не сможешь ловить трафик внутри маркетплейса, и тебе это будет дорого, а то тебе это как мертвому припарке. Ну, то есть, какое было бы действие для тебя там 20 на 80? И ты его уже нам сказал сам, но почему-то не повторяешь. И вы все слышали это действие, которое для него сработало. Кто услышал в самом начале, Саша рассказывал про свой опыт работы с внешним трафиком. И ты говорил, что вы, размещаясь в каналах, получили высокий сетер на карточку и огромное количество продаж. Но почему-то вы не повторяете это, вы не сделали из этого регулярный процесс. Нет, это бывает, но не со всеми продуктами она срабатывает. Не знаю, почему так, но не все товары залетают. Супер. И тут получается, что нам нужно с двух сторон. Нам нужно с одной стороны упаковать карточку так, чтобы и трафик внутри маркетплейса нам давал пользу. Давайте вопрос такой на засыпку. Коллеги, кому кажется, что это платье можно круглый год продавать? Нет, давай смотри, рядом с тобой сидит селлер 20 миллионов в категории одежды. Кто еще большой селлер в одежде? Да, вот вы согласны, что можно круглый год продавать это платье? Второй вопрос. Кто считает, что это платье можно продавать дороже тысячи рублей? Смотрите, что у нас происходит в акселераторе? Акселератор – программа, которую я привез с американского рынка. В чем идея? В том, что мы все очень умные и это очень некомфортно прийти в зал, где есть кто-то, кто вроде бы умнее тебя. Но когда ты это признаешь, то появляется точка роста. И пока ты сопротивляешься, тебе тяжело, ты страдаешь, денег мало. Когда ты признаешь, что кто-то есть, кто делает по-другому, такой, о, прикольно, кто-то делает по-другому. Первое ощущение, мы еще не дошли до цифр, но ты продавая это платье за тысячу рублей, ты как будто на уровне нуля или… ну, вот твоя менеджер кивает. Там чуть-чуть. И это значит, что ты сейчас проедаешь свои деньги. И, к сожалению, если мы сейчас не поменяем твое отношение к этим деталям, то ты уйдешь и в твоей жизни и бизнесе ничего не поменяется. И ты опять будешь возвращаться в эту точку, как белка в колесе, все время возвращаться в одну и ту же точку, сталкиваясь с одной и той же проблемой, пока не поймешь, что надо делать что-то по-другому. Вот мы тебе пытаемся донести. Первое. Вот Лена к нам пришла на разборы открытые в Zoom, потом вписалась и сейчас идет новый поток акселератора и еще купила себе место здесь. Я говорю, Лена, ты решила купить все, что у нас есть, да? Вопрос, почему? Она что-то слышит, да? Слышит что-то, что она сама не понимала, не осознавала. Второе. Мы создаем условия, где есть другие люди, которые действуют по-другому. Третье – это не просто слышать, кто увидит, это взять себе, ну, как бы в свою практику, начать этим пользоваться. И ты сейчас продаешь в ноль. Я всегда говорю, ребят, давайте не продавать в ноль. Возникает вопрос, почему кто-то из вас продает в ноль? Не знает, как по-другому. Вы почему, твой менеджер, почему сейчас в ноль продает? Потому что, возможно, не знает, как по-другому или не имеет ресурсов. Как, например, через правильных блогеров, правильные подачи… Это там моя ошибка, вот тут вот моя ошибка. Ошибка. Потому что мы платье сколько? Они где-то полгода лежали на складе и вообще никак не ехали. Я думаю, хоть может уже модель сама выгорела и распродать товар. Супер. Чтобы он не держал на складе. Смотри, вот сейчас скажу тебе. Вот женщины тебе и продавцы другие сказали, что платье может продаваться круглый год. Знаете, что я вижу? Я вижу, как мужчины пытаются продавать женские вещи и принимают решения с мужской точки зрения. И тебе как будто хочется, чтобы женщина поучаствовала в упаковке твоего продукта. Показала, что женщинам важно. Показала, какие ей важны детали на этом платье. Поучаствовала в фотосессии. Подсветила этот товар так, чтобы другая женщина такая типа, блин, хочу купить. Второе. А каждая ли женщина мечтает о платье за тысячу рублей? Нет. О каком платье женщины мечтают? Подороже. Вот. Но чтобы это не превратилось в философию, давайте уйдем в тяжелый контент. Владлен сейчас тебя жахнет, так? Да, что тебе понравится. Я только ради этого и пришел. У тебя в списке задач появится еще. Владлен? Да. Да, отлично слышно. Смотри, давай просто начнем чуть из фундаментальных каких-то вопросов. У тебя поставщик из Киргизии, правильно? Да, притаскивали из Киргизии. Ага. Но хочется уже этот… Я понял. Смотри, как ты формируешься с поставки? Как ты работаешь с поставками? То есть, как ты часто подсортировываешь товар? Как ты определяешь, сколько тебе надо ассортимента? Как ты определяешь, на какие склады вывести? Есть ли у тебя процесс какой-то? Кто этим занимается? Контролируешь ли ты это сам? Бюджет как-то определяешь? В Киргизии был человек свой, который бегал по фабрикам и искал эти фабрики, чтобы нам отшивали как раз таки. И отправлял он нам самолетом. У нас там классно было с логистикой, то есть мы заказали допустим сегодня, ну штук 100, так утрирую, 100 штук заказали и через 2 дня у нас уже товар был в Москве. Нет, вопрос в другом, как ты определяешь, сколько тебе нужно поставить? А исходя из спроса? То есть у тебя есть какой-то чтобы не перезагружать оборачиваемость, чтобы не хоронить деньги. Короче, сейчас первый важный вопрос для всех, кто в одежде. Как управлять объемом поставки? Мне интересно просто, что ты определил, исходя из того текущего спроса, сколько тебе нужно денется товара для того, чтобы удовлетворять текущий спрос, правильно я понимаю? Время отшива, сколько занимает время отшива, когда поставка будет у меня и сколько люди заказывают, чтобы не уйти в минус. Не остаться без остатка, чтобы постоянно был остаток. Окей, зафиксируем этот момент, то что ты определяешь свое планирование поставок, исходя из твоего текущего спроса, правильно? Текущего. Правильно? Стараюсь так делать. Зафиксируем. Как ты определяешь, какие склады тебе надо поставлять? По карте смотрели, кто как заказывает. Плюс сезонность же идет. Допустим, когда продавали костюмы, которые хорошо продавались, там, как приходила весна, как теплее оставало, те регионы и начали заказывать. То есть, начиная с Краснодара и уходило все дальше и дальше. А так просто закинули, для начала, для пробы это было на Москву закинули, на склад и закинули на Новосибирск. Вот здесь, кстати, классный момент, который у тебя нет понимания. Вот я советую у каждого в компании, чтобы появился отдельно логист. Твой менеджер не должен думать, когда, сколько и куда подгружать, когда заказывать, когда отслеживать остатки. Очень важно, чтобы логист у тебя распределял товар, причем эффективный и понимал, как это делать. И в том числе с твоими поставщиками из Кыргызстана. Я тебе так скажу, у нас открылся филиал в Бишкеке нашей компании, его возглавляет там советник президента Кыргызстана. И суть заключается в чем? Что тебе очень важно найти правильную фабрику, которая тебе даже там может давать в рассрочку, если у тебя с деньгами там, условно говоря, могут быть проблемы. Сейчас мы про рассрочки, про финансирование поговорим. Давай механика делали, было. Куда грузить? Окей, понятно. Как ты определяешь, твой человек нашел платье, говорит, Саша, вот платье классно нашел, да? У него есть какие-то размерные ряды, вот размерный ряд тебе поставщик дает, правильно? Ты не можешь его менять. То есть, допустим, там добавить больше размера, добавить меньше размера. Нет, они же отшивают под заказ. Ну вот пока взяли четыре, допустим, размеры самых ходовых, которые шли. Окей, а как ты определяешь размерную горку? Они нам их отшили в определенном количестве, допустим, перед тем, как зайти, проанализировали конкуренты, посмотрели, какие размеры лучше идут. Сейчас твой поставщик, это по факту твое контрактное производство. Это не то, что ты пришел, где-то там на рынке нашел и купил этот товар, правильно? Заказывают, на производстве уже отшивают под нас полностью. А модель твоя тоже вот эта? Модель твоя. Модель уже наша, все. Все, изначально. Окей. Почему, как ты определил, что именно такая размерная горка, которая у тебя сейчас есть, она оптимальна? Да нему чего, он просто взял, что было. Нет. Это важный момент. Нет, он же сам производит. Не то, что было. Говорю, ты взял, что было. Нет, он сам производит. Он сам производит. Он сам определил. На производстве есть под наш допрос. Хорошо. Теперь смотри, у тебя с 40 по 48, да? Вот, допустим, если взять, ну просто другое платье, которое в топе, которое оборот 22 миллиона рублей. У него дополнительно, допустим, есть 38 размер и 50, да? Которого у тебя нет. А еще есть другие платья, которые совсем-совсем большие. И у них еще больше там может быть размер. Да? Был запрос, когда, вопрос, когда продавали, уже приходили, приходил запрос, еще бы сделать больше. То есть у тебя клиенты уже хотели больше размера? Уже запрашивают, но это еще не совсем. Просто смотри, смотри, у 38 размера, у тебя нет его, да? У нее приходится, допустим, у этого платья, я сейчас другой могу открыть, то же самое будет, 15 процентов заказов только на этот размер, на 38, который у тебя нет. Ты его не определил, почитал, что тебе ее не нужно. Это огромный процесс, который тебе нужно выделять, точнее, это очень важный процесс, определение размерной горки. Какие тебе нужны размеры, в каком количестве их завести. Тебе всегда надо понимать полную линейку. Чем больше твой размерный ряд, это просто элементарно, тем больше вот эта воронка, которая у тебя уходит, она будет покупать. Либо рычаг для твоего роста, это просто размерный ряд, уже в модели, которая ходовая. Я просто более того скажу, есть кейс у меня лично там в практике, когда человек торговал платьями, и у нее просто были базовые размеры, основные. Давай признаемся, Владлена теща торгует платьями. Да. И добавление как раз-таки просто в карточек больших размеров, просто больших размеров. А твое, кстати, твое платье, оно черное, черное настроенит. И оно, в принципе, подходит, может подойти для большого размера. Да, вот тут я хочу добавить. Ты пришел и говоришь нам, вот это платье, мы его просто распродаем, потому что оно лежало, и мы его типа сливаем. А мы тебе говорим, что у тебя вот перед глазами типа есть золото, зал считает, как и мы, что его можно круглый год продавать. Второе, продавать дороже, используя блогеров внешний трафик. Если ты еще влияешь на размерную сетку, фасон, то у тебя уже есть предпосылки для того, чтобы создавать свой бренд и цеплять туда бирку и говорить, что мы чем-то отличаемся от других. И это твой запрос. А попытка найти, например, в Китае тоже платье или просто набор платьев, это не решит твою проблему управления продажами. И вот смотрите, запрос, который у нас есть от тебя в тексте, найти хорошее качество, дешевое производство в Китае, увеличить обороты, узнаваемость бренда, а сейчас ты говоришь нам, ну типа давай выйдем на 10 миллионов. Но проблема не решится, если мы начнем заказывать в Китае. Все понимают это? Если мы найдем где угодно заказывать, эта проблема ваша не решит. У тебя проблема сейчас на уровне управления продажами, ценообразования, распределения товаров по складам. То есть ты сейчас не выполняешь техники, технологии, маркетплейс, базовые. Смотри, Олег тебе не даст деньги, пока ты не разбираешься в своем бизнесе. А сейчас ощущение, что ты скидываешь это на менеджера. И ты типа, ну вот этот товар есть, берем, торгуем. Мы видим колоссальные результаты у ребят, которые прям глубоко разбираются в бизнесе. Сейчас, Даниил, расскажи пару фишек, как вы повышаете выкупаемость, как вы повышаете конверсии. Какие-то базовые вещи, которые ты принес в компанию, которые ты сам придумываешь. Смотри, первое, на что мы смотрим всегда, когда свои карточки прорабатываем или чью-то карточку я смотрю, это на воронке. Сетяр отлично, все великолепно, все гонятся за ним. Но надо посмотреть, сколько у тебя добавлений в корзину, в процентном соотношении. И на одежде это должно быть не меньше 10%. Что влияет на добавление в корзину? Это как раз-таки проработка инфографики, слайдов, смыслов, проработка по психотипам. Это тоже очень интересная история. Дальше. Конверсия в заказ. Не меньше 15%. Почему? Потому что если к тебе люди зашли и добавили в корзину, ты должен их заставить купить. За счет чего твои 15% могут получиться? За счет того, что, например, ты следишь постоянно за конкурентами. Если ты увидел, что у тебя конверсия полетела вниз, значит, что-то произошло у конкурентов. Цена снизилась, карточку лучше проработали и так далее. Дальше. У тебя заказали. Люди приходят на ПВЗ. Они должны видеть твой товар в идеальном классном состоянии. В красивой упаковке, в брендированной упаковке, чтобы ее хотелось вообще увидеть. Вот пример такой. Я думаю, девушки точно знают, да, золотое яблоко. Все же выкладывают в сторис эту красивую зеленую коробку. Ну, повсюду, да? Повсюду. Сделай такую упаковку, чтобы люди хотели тебя выкладывать в сторис и хвалиться тем, что тебя заказали. Ну, просто эра, когда вы загрузили что-то на marketplace, и оно там как-то продается, закончилось год назад. Ну, полтора. Сегодня мы не можем игнорировать профессионализм в отношении к этой деятельности. Мы не можем продавать ноль. Это не цели... Ну, пожалуйста, лучше устройся на работу. Ну, реально. Возможно, ты больше пользы принесешь. Нельзя нарушать базовые принципы. Продавать ноль, это значит признавать, что я не хочу найти механизм, как я могу продавать в плюс. У тебя неоптимальное количество остатков на складе, у тебя неоптимальные размеры. Почему у тебя нет цветов других? Почему только один цвет? Где? Только в карточку не подгрузили, потому что отделы пошли плохие и решили разделить карточки. Ну, у тебя сейчас нет их, да, то есть вообще я не вижу их. Соответственно, должно быть больше цветов, больше цветов, больше вероятность конверсии. Можно сделать, там определить цвета, посмотреть, также конкуренты зайти, посмотреть, как они продают. Вот я сейчас зашел в конкуренты и вижу, у нее есть вот этот черный, и дальше она через него ли дегенерирует на другие цвета. Да, то есть это на красное платье, такое же там, на бежевое, на горошек, потому что сама по себе модель у тебя неплохая видно и выкуп у нее нехорошая, да, там где-то 40%, да, но ее нужно масштабировать, то есть это нужно масштабировать на другие цвета, на большую размерность, сделать шире и вглубь больше. Еще я тебе добавлю такой момент, как ты определяешь цену, почему у тебя такая цена, то есть она реально очень низкая, это ты убиваешь свою экономику вообще полностью, ты не используешь продвижение, я вижу, что вообще его нету, да, там, ни вайерката не делаешь, как я понял, внешний трафик не заказываешь нормально, потому что тебе, наверное, не знаю, экономика не позволяет, но почему у тебя такая цена вообще, потому что если посмотреть через ценовую сегментацию, да, сейчас, в целом по рынку, как вот, вот я сейчас бил топ 100 по платьям черным, да, и я вижу, я вижу, что, ну, так же отлично продается сегмент до СПП, до СПП, 2400, 2819, да. Но, почему первая мысль продавать дешево, это первое, что приходит в голову? Как ты определил этот цену у меня вопрос? Почему у тебя такая цена вышла? Я вижу, ты снижаешь ее все время. Так, когда только начали продавать, как раз таки за 2700 начали продавать. С предыдущим менеджером я там еще сам копался в карточке, как бы продажи запустились, пошли заказы там, но стабильно 5-10 заказов, дальше уже на менеджер переложил. Думаю, все круто, все классно. И карточка начала утухать, я думаю, все, вот как раз таки то, что модель выгорела, и это меня ввело в заблуждение. Смотри, давай сейчас унифицируем. Первое, то, что мы тебе сейчас со стороны видим, а ты в танке не видишь. У тебя есть товар уже с отзывами, с контентом, и на него уже можно давать внешний трафик, поднять цену и продавать дороже, потому что в рынке такой пример есть. Второе, что мы видим, что ты не оптимизировал карточку, есть ошибки с заголовком, с описанием, недостаточно остатков по складам и самое главное по SEO. Это задача номер два. Третья задача, это расширить размерную сетку и цвета. У тебя уже, знаешь как, есть такая книга Павла Куэльо про чувак пошел искать сокровища. алхимик. Да, ходил, ходил и в конце, знаешь что, пришел к себе домой, сел под дерево, заснул, приснился ему сон, что там клад, начал копать, откопал клад под деревом у дома. Вот ты сейчас алхимик, который пошел искать сокровища, когда у тебя клад, ты на нем сидишь, ты реально сидишь на кладе. Вот, и ощущение, что нету таких базовых инструментов, вот такой вот технической работы, которую мы сейчас обсуждаем. Коллеги, сейчас мы с Сашей 10 минут поработаем, может меньше даже, да, таймер включи, пожалуйста, минут на 7. Мы сейчас поработаем с вопросами, вопросы, которые Катерина будет задавать Александру. Попробуйте вместе с Александром для себя отвечать на эти вопросы. Очень интересно сработает для каждого из вас, потому что в одном пространстве находимся. Посмотрите потом на ваши внутренние изменения и на нашу внутреннюю реакцию. Поехали. Да, я на самом деле сейчас дала вопрос такой, один из ключевых, как вообще то, где человек оказывается, да, и то ощущение, которое есть. И вот, как я услышала, Саша, да, сам сказал, что ему здесь понравилось то, что сказали эксперты, что, да, как я поняла, что полгода было какое-то затишье, и сейчас ты возвращаешься к такой активной. А скажи, пожалуйста, можешь чуть поподробнее рассказать, вот ты сейчас услышал рекомендации, и у тебя есть, как я понимаю, сейчас, да, какая-то энергия, силы делать. Вот ты можешь немножко описать, что сейчас первое, с чего ты начнешь, что ты будешь делать? Ну, сейчас сперва мы начнем прорабатывать все карточки. Это SEO, ну, на маркетсплессах не бывает неважных деталей, нужно проработать полностью карточки с фотографиями, с SEO, с названием, все эти детали. Как раз таки про платья мне тоже круто сегодня сказали, классно, то, что их можно продавать и за 2700, потому что мы в мае я их толкнул сам лично, за 2700 они пошли. То есть мои заблуждения, все страхи, они просто вырвались на волю и меня самого загасили, мое мнение личное. То есть мою экспертность они просто загасили. Сейчас вернули к жизни. То есть сейчас я знаю и понимаю, что их можно продавать за 2700, это еще без учета СПП. Будем сейчас все это продвигать, двигать дальше. Плюс есть новый товар, который там в списке есть. Мы их тоже будем переделывать, доделывать и двигать дальше. Так, страх был взять денег, это вообще очень большой страх. Я буду ехать на свои, я когда первый раз кредит взял, я думаю, ну нафиг эти кредиты. А потом пришло сознание, что кредит как раз таки меня и вырастил. Я из какого-то окона из своей зоны комфорта вырвался и стал больше зарабатывать. То есть и сейчас тоже я вырваюсь и вырываюсь из своего кокона и начинаю зарабатывать больше куда. Ну и не в минус, не в ноль. Тут получается с оборачиванностью все посчитать, можно и в минус все это насчитать, если реально все это считать. Так что сейчас полностью работаю уже над карточками, свои мозги, ресурсы я уже привел в чувства. Я бы сюда не пришел, если бы не этот, не восстановился. вот как раз таки Мариам дала мне возможность выйти сейчас из бизнеса, восстановиться чуть-чуть и сейчас как раз таки я возвращаюсь обратно уже в бизнес и мы начинаем двигать дальше. Скажи, как ты думаешь, за какой срок тебе поможет сейчас разобрать вот тоже сказали ребята и внедрить? На самом деле это недолго, когда ты знаешь все эти вещи и тебе просто их подсветили. Но в целом там можно за 2-3 дня все карточки проработать детально и не по одному разу, а по несколько раз и уже начинать двигать. Как ты думаешь, что тебе понадобятся какие-то ресурсы, которые тебя поддержат вот на этом уровне, который сейчас у тебя есть и по энергии, и по знаниям, которые ты получил двигаться дальше вверх? Да, у меня в принципе уже все есть. внутренний стержень главное же. Остальное все это переменные. Когда есть внутренний стержень, уже никто его не сломает. Есть что-то, что может помешать тебе это сделать? Я вообще не вижу преград. Супер. Спасибо. Давайте похлопаем Александру.